Всем привет, с вами Мимик, и мы продолжаем проходить Биомутант. В общем, в прошлый раз мы захватили первую заставу. И что мы не посмотрели перед тем, как закончить ролик, это новое оружие нам дали, новый посох. Ну, новый вид оружия, так скажем. Здесь он будет выделяться, да. Суперовать. Давайте, нифига себе, давайте посмотрим на этот посох. Какой-то новый вид лунфу, это скорее всего краски на посохе. И также у нас доступно очков 3. Не знаю, куда нам всунуть. Сила есть. Силу, живучесть и шутка в удачу. Так, мне больше нравится. Как-то так. Что у нас по вунфу? Посох племени, вот. И что, тут прокачать ничего нельзя. Ну, в общем, обычный удар после переката. Ох, нихрена себе в полете, ты посмотри. Обычная комбуха. Нифига толчок цунами. Это после выстрелов. Интересно. Это есть вот этот комбо, да? Не. Что-то как-то он вяленько нажимается. Ну. Вот такая вот комбо. Ладно. В общем, куда мы пойдем? Давайте, в принципе, серию уделим захвату следующего заставы племени. Она находится здесь, недалеко. Здесь какая-то миссия показана. Отслеживать, отметить точку. Пошли посмотрим, что там. А, это, скорее всего, наш первый будет ездовой питомец. Не трать их понапрасну. Это кнозел. Для Люпус-Люпина он легкая добыча. Для всех остальных идеальный скакун. С ним несложно справиться, только не мари его голодом. Пикуст. Это нямка для кнозлов. Нямка. Попкорм. С этого растения собирают попкорм. Подножни под него, чтобы собрать семинар. Хорошо. Лосошный кнозел. Окей. Взаимодействовать. Транспорт можно использовать для передвижения и стрельбы. Когда ты слезаешь с транспорта, он стоит сожжать на том же самом месте. Страна получена. Транспорт появляется в ячейках. Меню транспорта была понятна. Можно стрелять. Это снова. О, там дядя какой-то стоит. А, это за нас, пацанчик. Снова функция. Больше для стрелкового типа. Потому что в ближнем бою драться мы не можем здесь. Давай тут омельком посмотрим. Если тут что-то интересное. Не, кнозел. Хорошо. Не уверен, что здесь что-то есть. Поэтому погнали вниз. Как нам добраться? Это транспорт. Ага, я понял. Владипелланг. Да, это вот эта вот территория. Мы чутка за нее зашли. Как туда тогда добраться? Типа вот так отсюда. Хренево знает, как они предполагают. Можно ли отсюда вот здесь вот срезать. Здесь какая-то вон шахта показана. Погнали посмотрим. Ну, скорее всего, да. Поэтому можно вот... Вообще, по бережью пробежать. Там, наверное, так и сделаем. Это будет не прогулка для ленивых. Тут все в заправду. Здорово, пацанчики. Я у вас тут сундук сворую. Вы не против. Были бы против. И вас бы сворвал. Окейушки. Полетели. Здесь можно перейти через мост. И можно пройти сюда. Ну. Здесь, в принципе, ничего такого особого нет. Но так же за водопадом что-то есть. Насколько это полезная вещь, я не знаю. Попробуем все в мусоре. Что-то возьмем. И, в принципе, ничего. Хотя бы какой-то материал. Они не типичные хилки. Это хорошо. Да. Там, посмотри, какое-то помещение. Жестоко. Ага. Еще один фрукт. Это кто-то какие-то враги или... Взаимодействовать. О. И на них можно кататься. Прикольно. А бить их можно? Когда история сама к тебе приходит. Прислушайся к ней. Нет. Нельзя их бить. Обидно. Даже. И теперь у нас получается транспорт. Два. Да, да, да. Два пацанчика есть. Хорошо. Тата у них никакие не указаны. Поэтому, скорее всего, неважно. Так, и здесь у нас кто-то появился из врагов. А кто? Ага. Ты еще кто такой? Проще простого. Ни хрена. Неплохо. Как-то урона много наносится. От дубаси. Осталось еще половину. Суперу даже использовали. Ну, в принципе. И вообще проблем нет. А, нихрена себе. Ну, окейшки. Это мы, получается, да. Немножко срезали. В заставе. Там какое-то дерево стоит. Там наверху я ничего не пропустил. Может, надо было в полете туда сооружение улететь. Не знаю. Еще один чух-туннель. Осторожно. Тут могут ездить чучухи. Какие еще чучухи. Такоманно, что ли? Чучухи. Проверь там завалов за стихломы. Пошли посмотрим, что там за чучухи. Здесь нелегко найти тропинку. Косточка. Костяная ручка. А, враг какой-то. Туннельный старшина. А почему так неожиданно появляются-то вот? Отойди. Кстати, да. Когда больно бьет. Отстаньте от меня. Это же электрохлон. Его не так просто найти. Рубит, тубайс. Так. А, еще не добил. О. Так, суперудары. И пинаем пацанчика. Все. Какой-то завалили. Нас еще не завалили. Это интересно. Разве? Здесь у нас ничего не лежит. Неожиданно. Вот, собирал этот лот, блин. И сразу, блин. Нам оба меня направили, который появился просто. Нежданно, негаданно. Как-то тут грязновато в этой грязи. Да, грязновато в грязи. О. Еще одна плюша-шапка. Судя по всему, пора переодеваться. В другой мини-фэшн, конечно. Но более броню. Пока что, не знаю, как-то не хочется. А, да. Там, посмотри, написано. Чук-туннель 4D. Че? Какое еще 4D? Ну, какое-то слабое помещение, на самом деле. Ничего тут, в принципе. Толкового не было. Ну, да ладно. Завалили какого-то врага. Не сказал бы, что это какой-то там жуткий мини-босс. Но все же. А, полазим тут в рынок, посмотрим. О, костер. Тихое место, где можно отдохнуть и прийти в себя. Хорошо. Костер в Dark Souls, да? Открыли. Кожаная курточка. Так. А это у нас местность там дальше. Можно пройти, посмотреть. Но я не знаю, как лучше. Туда или туда. Но в любом случае, там и там нужно пробежать, будет посмотреть. Может, что-то запрятано. Какие-нибудь секретики. Какой-то лук. Ну, да. Смотри, тут башня. Но тут ничего толкового я не вижу. Ну, погнали, посмотрим, что это за шалашик. Это алтарь с пси-очками. Замечательно. Блин, смотри, там светится лук какой-то. Потом давайте сохранимся. Лук показан, он типа светится, но мы с этим ничего сделать не можем. Странно. Может, надо перчатку надеть. Не знаю. Не уверен. Фигня, короче, какая-то. Вот, он же не просто показывается, он светится. Ну, ладно. Тем не менее. Раз пошли сюда. О, смотри, шина. Пойдем до конца. Смотри, это резина хлом. Это резина хлом. Для резина хлома всегда применение найдется. Наверное. Ну, это, как говорится, не точно. Здесь мы уже дошли, да. До этого места здесь, побережье, у нас что-то есть. Не особо, ладно. Поэтому мы пошли здесь смотреть. О, луч такой жесткий. Башня с этим лутом, но сейчас мы вернемся к ней. Пробежим здесь. Скоро станет темно. Хотя здесь, в принципе, да. Также пустое место. Ни врагов, никого, ничего. Ну, ладно. Придвигаемся дальше. О, видишь, вон там валяется электрохлом. Он всегда пригодится. Пацанчики, я, если что, враг. Нифига себе ударчик. Хватай их, круши. Да, тут комбинации, конечно, когда совершаешь, то ни хрена не успеваешь отуворачиваться. Ну, физически не можешь повернуться от здоровых людей. Так, супер-унфо. Какой-то бомб с удаш, непонятно, нет. Просто тыкаем. Ни хрена тому даже. Видел? Ничего, так посох, скажу я вам. Крайней мере, урона дико больше, чем на наших, на наших катан этих мячей. Хотя, может, это все-таки из-за того, что мы прокачали силушку бакатырскую. Это тихое место. Давай посмотрим. Хотя тут написан... А, ну, конечно. От 80 до 110. А тут-то... 225-450. Конечно. Тут будет больше урона. Надеваем тогда. Это быстро можно передвигаться. Видимо, нет по лестницам. Идем сюда и подбираемся у нас, кроме тут застав. Застав у этой. Только здесь уже какой-то море и так далее, да. Здесь рядом, кстати, мироед. Поэтому здесь уже тупик будет хорошо. Потом можно здесь по островам продвигаться и смотреть. В темноте начинаешь скучать по яркому свету дня. Да ладно, не скучай. Нормально все будет. Ночь тоже нужна и хороша, на самом деле. Ну, а там листочек. Сейчас немножко обследуем эту территорию. Позабираем тут что. Если тут что-то есть. Ну, минимум, одну вещь я уже нашел. Он снова смотрит, что там плавает такое. Понятно. Ага, и здесь что-то лежит. Это что? О, устрица. Сверкашай. Ясно. Неправильно, конечно, прочел я его, но да ладно. Язык сломаешь. Мне интересно, вот ради лута и опыта, они же сказали, что можно, в принципе, сменить сторону. Если, например, захватим эту заставу, потом пойдем поменяем сторону и захватим тех, там большую часть, потом можно ли вернуться вообще обратно и захватывать и так дальше. Туда-сюда. Навряд ли, конечно, но все же. Поднимемся по-любому, здесь что-то лежит, да. Какой-то сундук. Каким-то хламом. О, прикольный камуфляжный жилет. Найди зацепку. Тепло до самых пяточек пробирает. Так, с этом мы подошли, получается, отсюда и оттуда. Прошли сюда, в опорный этот пункт, да? Давай пробежим по кругу и посмотрим. Полутаем сундучки, что по-любому что-то будет. И пойдем давать им то, что мы умеем давать. Это пилюля. Шапка какая-то, как у нас. Не знаю, уже в следующей серии посмотрим, будем разбираться с лутом. Что мы там нашли и так далее. Одевать. И сейчас, мне кажется, в принципе должны справиться. Так, ее же я... Да, активировал. Хорошо. С этой стороны что-то есть, интересно? Или нет? Опа. Все-таки есть. И это хорошо. Ну, а есть, как обычно, все. Пустоши да пустоши. Ну, проверить надо было, по-любому. Блин, не вижу, где я там. Ладно, погнали, посмотрим, что там за черрики. Ага, не вашу воду в этой игре дурацкой. Где я в секунду утонул. Просто в какой-то грязной луже. Которая по колено. Зачем это было делать в такую механику, я не понимаю. Говорит, что они дожидались тебя. Они готовы обрушить смерть и разрушение на вражескую заставу. Прошлой ночью они наведались на заставу. Сдается мне, с этим испытанием ты справишься. Говорит, что разведчики обнаружили гнездо Моли неподалеку от заставы. Уничтожь его, и Моль заполонит это место в поисках нового дома. Мм, интересно. Прикидывает, что Моль доведет всю заставу до безумия. И тут появляешься ты. Интересно. Интересно, гнездо Моли. Это здесь или где? Ну, судя по всему, да. Погнали, че? Да, разрушил уже, разрушил. О, тут еще эти пацанчики. Здорово! Давайте, ёпки. Хоть и не топор, а мало не будет. Я же нажал этот. Ну, вы поняли. Эти черепа сами себя не раскроят. И почему я при контрударе, я падаю вообще. Ай, боевка, это, конечно, подбешивает. Мы очень далеко от солнца. Я в курсе. Нихрена. Тазер, блин. Тазик. Большой тазик. Давай сюда, иди. Как-то вот этот удар после двух альтов, типа, вообще иногда не хочет включаться. Давай, 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 избиваем его. Достань до черепа. И это даже полутать снова нельзя. А, обидно. Чем удачу прокачивал? Не знаю. Не знаю, что здесь эти пацанчики забыли вообще, что они там ноль разводят. А, обидно. О, обидно. Ага. Как? Супер удар. Эй, эй, эй. Блин, не добил. Да поменяйте. Ага. Ау, ешкой. Зафигачил я его. Фьють хрясь. Какой прекрасный звук. А, этот как умер. Сам по себе. У него же там было хп, в общем. Так. Не надо нам призывать никого. А почему мы можем призывать только одного пациончика, если мы двух их получили? Или нужно выбирать их и потом уже призывать? А, это не ясно. Ломаем стенку. Жуткое чувство, когда ты отрезан от свежего воздуха. Это да. Отлично. Больше никакого гнезда. Отлично, молодец. Сзади там ничего, в округе не было, никакого лута. У нас, наверное, телепашкул сейчас наверх. О, а вот и моль полетела к заставе. Ох, она в ярости. Давай, грузи их всех. Застава принадлежит твоему племени. А, да ладно. А че, так просто было? Эй, я думал, мы их ослабим. Говорит, что благодаря тебе они стали слабее, но пока они сдаются. Так, смысл. Шифу тебе благодарен. Твое племя становится сильнее. В смысле? Я хотел драться. Не, окей, смотри. Мы выпустили моль. Она поселилась в этой заставе. Враги сбежали от нее. И где она сейчас? Мы пришли, что и моль просто исчезла? Че за глупость? Вот это Матрусей. О, племенная снаряга разблокирована. Во, вот это я всегда мечел. Посмотри, это эпик. Он говорит, что ты молодчина. И с захватом второй заставы соперников очень здорово вышла. Полагает, что твои враги разбегутся при виде тебя. Да, конечно. Я обозрался. Ни хрена ты, посмотри. Я злой, я ярость. Так, тап. Давайте посмотрим, что это у нас за снаряг. Давайте, в принципе, в этой серии разберемся, что это. Голдной вор 14. А тут у нас 5. Конечно, разница. Нифига себе, большая. Что мы нашли? Ни хрена, шапочка. Шапочка, фух. Ну, единственная вещь пока, которая лучше нашего шлема на 2. А если весь лут, который мы собирали, он, в принципе, смотрится отстойно. Постал, там только одна вещь, которая чуть-чуть лучше нашего. Вот эту. Ну, я оставлю этот. Лицо. О, чумная маска. Нифига. А что, она броня 6. Ну, давай поставим. Кровое плечо. Тут ничего нету. Пина. Рюкзак. И зачем он? Хотя он деф добавляет. Ладно. Торс. Курка джанью. О, нифига камуфляжный. Даже лучше. Какие-то дополнения. Вон, 4 написано. Не ясно, что это такое. Давай камуфляжный наденем, да? Так, ноги. Штаны Ронина, которые нам недоступны. В принципе, ничего такого толкового не нашли. Левая рука. Это у нас оружие. Хорошо. Снаряга Аггай. А где вот эти всякие улучшения, которые, как мы в них их можем вставлять? Так, постой. Персонаж. Создать. Сторс. Вот. Модификация, да. Он неплохо увеличился. Это что за... Блин, не знаю. Накладка на писем. Не светяюсь. Ну, что это за божество? То есть, у нас чисто... Ура не только не будем пока ничего улучшать. Ясно. А посох интересно, как это улучшить можно? То есть, на Лего. Правая рука. Приготовить новое оружие. О, интересно. А, племяное оружие, видимо, нельзя, да, изучать? Катану можно. Рукоять. То есть, лезвие мы не можем поменять? Ух. Неплохо. Ну, а на разницу никакая не увеличивается. Ладно. Короче, пока что какое-то говно понаходили. Окей. Уровень повышен. Я не знаю, что увеличивать. Живой тесетей так, блин, не хватает. Хаваем силу аппы. Есть разное у нас улучшение супер в инфу. Но здесь тоже так же все есть. Прием и все. Прием дальнего боя не хочу. Базовый удар. В ближнем бою тоже все выучено. Бой без оружия. Лучище. Посох. Это все улучшено. Здесь вот этот удар я пока что не буду улучшать. Это слабо вообще по ударам. Ладно, бонусы. О, открытые. Интересные вещи. Давайте, да, изучим цели рефлекса. Потом прокачаем непобедимость. По мутациям у нас что? У нас одно очко тут о мутациях. Но я здесь вообще ничего не хочу прокачивать. Это говно. Тут у нас все силы. Дальше пока что ничего не открылось нового. Можно повысить сопротивление. Было бы на 10%. Но тоже что прокачать я не знаю. Ладно, с этим разобрались. Давай посмотрим, что у нас в этой заставе. Есть. По фасту пробежим. Обидно. Я хотел, конечно, повоевать. Может тут... Хотя не ясно. Там мы опыт получали. Здесь мы опыт получили. Не знаю, где было бы больше. Застава, смотрю, одинаковая точность, как и первая. Но, тем не менее. Победа есть победа. Ага, еще один сундук вижу. Подбираем. Так, большой коридор. Интересно, квесты тут новые появились? Как отсюда выбраться, я запутался. Ага, примерно понял. Этих похилок просто милево надавали уже. Главный по хилкам буду. Лавки пока что с ними ничего не хочу делать, но... Алтарь. Чемная маска такая стоит? Неуклюже выглядит, конечно. Антифэшн, как говорится. Ну, квестов здесь никаких я не вижу, поэтому... Да, этой истории нужен герой. Еще не поменялось. По сути, у нас осталось, что последняя застава. Как к ней добраться, вот, видимо, можно. В общем, вот такое, давайте. Пускай серия будет меньше, чем обычная. В общем, вторая застава хитростью уничтожили и получили доспех. В общем... Э... В смысле, снаряга поменялась? Э, какого хера? Вот так вот. В общем, я надеюсь, вам понравилось это видео. Увидимся в новых видео. Всем пока.